Это люди, которые не принимают текущую власть. Когда человек выражает бесконечное разочарование, страдание, он показывает вселенским энергиям, что «зачем мне такая жизнь?» Он провоцирует саму природу на самоуничтожение. Есть вариант ли у нас сейчас заменить эту программу? Их задача — выполнять волю человека. Когда человек уходит на природу, у него очищается сознание, очищается чувство. На девятый день ты Бога услышишь. Тогда вообще максимально сознание очистится, человек поймёт то, чего он, может быть, ни разу в жизни не понимал. Будешь напрямую с Богом разговаривать, зачем тебе посредники? Вопрос мудрецам, духам, дольменам. Вся вот эта ситуация, коронавирус, мировое правительство, апокалипсис. Зачем всё это надо? Это нужно всем. Это нужно вам, человечеству. Это нужно нам, светлым силам, можно так сказать. Это нужно Вселенной, потому что планета Земля очень сильно чадит во Вселенную негативом. Как энергетически, так и в плане излучения, и в плане загрязнения. Поэтому планета должна быть очищена от части населения, в том числе. От той части населения, которая ведёт паразитический образ жизни, которая очень много несёт негатива. Поэтому то, что происходит сейчас, это как глобальная зачистка планеты от всего негатива, который здесь накопился. А кто этим занимает? Кому это нужно? Глобальные элиты? Кто жрецы? Инопланетяне? Кто это? Рептилоиды? Кто? Здесь подключено несколько различных сил, и силы света, и силы тьмы. Потому что это общий план развития по спасению Земли, по спасению человечества на самом деле. То есть лучшая часть человечества, она будет жить. Те люди, которые несут добро, те люди, которые несут созидание, они будут жить. Их защищают уже сейчас, уже давно защищают. Светлые силы не дадут им погибнуть. Они покажут, как жить, куда уйти, как себя сохранить. А те, кто должен покинуть Землю, они её покинут. И в этом заинтересованы как светлые силы, так и тёмные силы Вселенной. И инструментом служит как раз то самое мировое правительство, которое не совсем люди. В том числе это инопланетные цивилизации замешаны, которые являются носителями тёмных сил. То есть это руки тёмных сил. Есть во Вселенной как тёмные, так и светлые силы. И они работают, казалось бы, в противоположных направлениях, но в одну цель. И поэтому сейчас действует и мировое правительство. Очень много занесено с инопланетных цивилизаций. То есть здесь несколько различных инопланетных внедрений, в том числе и с одной стороны. С другой стороны, светлые силы тоже заинтересованы в очищении Земли от негативных энергий. И всё, что сейчас происходит, оно нужно и Земле, и человечеству, и Вселенной. То есть это такая глобальная зачистка. Она всем нужна. Друзья, вот главная у нас статья, она же рассказывала, что не будет вся Россия покрыта родовыми помещениями. Будет, будет, обязательно. Конфликт с Америкой какой-то, там, разоружением. А это всё будет. Это всё будет обязательно, но чуть позже. На протяжении 100 лет. Всё будет. Буквально пройдёт лет 50, и все, кто выживут из людей, они будут создавать родовые поместья, потому что они поймут, что это единственный выход. Россия будет первая, где будут создаваться большое количество родовых поместьей. А все остальные страны, они будут смотреть на этот опыт и потом его дублировать. Это обязательно будет, только чуть позже. Не в ближайшие 15 лет. Она перенесла. Если бы она не перенесла, то погибло бы 90%, 98% населения планеты. А так 30% населения проснулось за счёт того, что она это сделала. Люди стали мыслить и чувствовать по-другому. Большинство, не большинство, но многие. Многие люди проснулись благодаря её действиям. Действиям этой женщины. В отношении детей с новыми способностями эти дети как-то себя проявят? Ну так, чтобы очень сильно явно, пока нет. Им ещё родиться надо, этим детям. Их ещё массово нет. Они только начали появляться. Что людям сейчас? Какие книги читают сейчас? Какие фильмы смотреть? Какие фильмы слушать? Фильмы не смотреть. Музыку не слушать. Музыку природы слушать. Как журчат ручьи, как капает дождь. Как стрекочут кузнечики, поют птицы. Шумит волна прибоя. Вот эту музыку надо слушать. Себя надо слушать. Когда человек уходит на природу, у него очищается сознание, очищается чувство. Он становится другим. Хотя бы на 9 дней взять палатку и уйти на природу. Можно взять с собой воду и просто пить воду. И не кушать ничего эти 9 дней. Тогда вообще максимально сознание очистится. Человек поймёт то, чего он, может быть, ни разу в жизни не понимал. Слушать себя, слушать природу. Это лучшая музыка, лучшие книги. Никакие фильмы это не заменят. Единственные книги, которые вообще стоит почитать, это книги серии «Извинящие кедры России» автор Владимир Мегре. На данный момент их 10 книг. Больше ничего и читать не стоит. А если я их уже читал? Прочитать ещё раз? Может, ещё раз. Нужно понять себя, услышать Бога в себе. Берёшь палатку и уходишь на 9 дней в тайгу, в лес, куда угодно, на море. Чтоб людей рядом не было. Чтобы не было шумов человеческих. Шум мотора, чтобы не слышно было музыку какую-то. И слушаешь просто звуки природы и себя. К тебе такие мысли придут, которые ты нигде не прочитаешь никогда. Ты Бога услышишь. На 9 день ты Бога услышишь. Будешь напрямую с Богом разговаривать. Зачем тебе посредники в виде фильмов, музыки и книг, которые кто-то написал? Почему не можешь? Берёшь семью и с семьёй на 9 дней выезжаешь. Почему не можешь на 9 дней выходить с семьёй? А что мешает? Берёшь палатку. Кто хочет готовить кушать, пусть готовит кушать. Берём плитку газовую. Костёр. Разводим. На костре котелочек. Можно без всего этого обойтись. Но если не может человек обойтись без еды, берите с собой на 9 дней провизии. Но находитесь 9 дней на природе. С семьёй. Кому нужен комфорт, тому тяжело будет выжить. То есть это люди, которые не принимают текущую власть. Именно вот власть текущую не принимают. Они её отвергают. Она им не нужна. Они с ней не соприкасаются. То есть они не будут делать электронные паспорта. Они будут принимать вакцинацию, чипирование. Они будут подчиняться электронному правительству. У них не будет электронных денег. И нодельмены так и говорят, что это похоже на партизанское движение. Потому что эти люди, они будут скрываться. И это достаточно длительный период. Сейчас вот 5 лет, пока ещё всё это движется. К электронным деньгам. Эти люди пока ещё будут только искать место, объединяться. Очень важно. Очень важно объединяться, чтобы был именно коллектив. Вот в среднем лучше всего это 10 семей. 20-30 человек. Это идеальный вариант для создания вот таких вот общин. Этим общинам будет легче выживать. И это будет очень похоже на партизанское движение. Потому что эти люди будут обеспечивать себя. И помогать тем людям, которые остались у них какие-то родственники. Там в городах, в каких-то населённых пунктах. То есть это очень будет похоже именно на партизанское движение. И ближайшие 5 лет оно будет только создаваться. То есть люди будут пока что уходить из городов. Как-то обустраиваться, объединяться и так далее. А через 5 лет, когда мир разделится, когда будут только электронные деньги, тогда те люди, которые ушли на землю, у них будет своя жизнь. А в городах своя жизнь. Они по большей степени даже не будут соприкасаться эти люди. Это разная история вообще у этих людей и у тех. Там начнётся голод, да. Там начнётся голод просто потому, что не будет продуктов питания хватать на всех. А здесь люди будут сами себя обеспечивать. Но здесь тоже всё будет очень непросто. Потому что если люди только сейчас уходят на землю, они не подготовлены. Чем позже они уйдут, тем меньше у них будет подготовка к жизни на земле. И им будет сложно понять, как выжить, как прожить на земле, как себя обеспечить. Как обеспечить себя теплом, жилищем, одеждой. Как прокормить себя той едой, которую они могут собрать или вырастить. То есть вот эти навыки, они потеряны у людей. И сейчас нужно эти навыки восполнять. Сейчас нужно учиться выращивать животных. Обязательно говорят, нужно заводить молочных животных, таких как козы. Потому что козы могут питаться не травой, они могут питаться листвой деревьев. И даже если люди уйдут куда-то в горы, то козы, они в любом случае выживут и их прокормят молоком. То есть вот уже сейчас нужно учиться обрабатывать землю, выращивать продукты питания, строить жилища на природе. Уже сейчас нужно всем этим навыкам обучаться. Это не так быстро, как кажется. И когда люди будут уходить, уходить они будут тоже массово, очень массово. Часть людей не сможет адаптироваться на природе, не смогут выжить, потому что они не будут знать, что можно кушать, как можно согреться. И часть людей вернется опять в систему и примет те правила, которые будут навязаны правительством. То есть электронные документы, чипирование и все остальное. Это часть людей, которые не смогут адаптироваться на природе. Часть людей, которые будут на природе оставаться, там тоже будут внутренние конфликты между ними, потому что люди разучились жить в коллективе на основе Вечи как раз. То есть они разучились договариваться. Потому что привит навык перекладывания ответственности на кого-то. На каких-то управленцев. Поэтому внутренние конфликты тоже там будут иметь место быть. И уже сейчас нужно создавать вот эти общины и учиться договариваться внутри общины. Потому что это тоже непросто. Договориться даже вот 10 человек между собой, тоже непросто им договориться двигаться направо или налево, например. Сколько там коз заводить, не заводить, собак заводить, не заводить. Это очень важные моменты, которые коллектив могут расколоть. Это вот очень важный момент, чтобы коллектив не раскалывался. То есть если вы создали коллектив, всеми силами удерживайте в коллективе мир, договаривайтесь. Если произойдет раскол коллектива, то часть коллектива погибнет. Просто потому что не выживет, не сможет адаптироваться к условиям. Поэтому когда создаются вот такие общины, которые будут уходить на природу, уходить в леса, то учитесь между собой договариваться. И быть смиреннее, что ли, друг к другу терпимее. Это очень важный момент для выживания каждого из вас. А ты говоришь, что в леса уходить, у нас прямо из деревень или в деревне? Можно в деревне, можно в деревне. Но в деревнях будет очень непросто, потому что будут приходить с городов заниматься мародерством по деревням. Будут просто приходить с городов и отбирать продукты питания. Лучше куда-то вне деревни, да. То есть это должен быть какой-то хутор, прямо отдельный хутор. Но если нет возможности создать общину, да, хуторам своим, уйти куда-то, то, ну, хотя бы тогда в деревню. В любом случае в деревне выжить будет легче, чем в городе. Для обороны себя нужно что-то иметь? Нет. Сейчас, да, дайте послушаю. Да, а что? Говорят, нужно что-то иметь. Обычное охотничье ружье на всякий случай. Потому что может кто-то и дойти. Причем каждый мужчина в общине лучше, если будет иметь такое охотничье ружье. Тем более они пригодятся, на самом деле, для добычи пропитания тоже, в том числе. Ну, то есть стоит иметь охотничье ружье. В смысле? В бачу вода? Будет очень сложно выжить. И ситуации могут быть разные. Это, на самом деле, очень серьезное испытание для всего человечества, для всех людей. И для тех, кто уйдет. Это 10 лет. Это период промежуток 10 лет. Через 5 лет начнется и 10 лет... 10 лет. 10 лет вот этой партизанской жизни. Подожди, а вот потом что будет? А потом что-то случится, какой-то апокалипсис. Я не могу расшифровать, это с Солнцем что-то связано. Или электричество как-то вот оборвется. Что-то какой-то вот прям планетарный апокалипсис. И правительство, вот это мировое, оно само по себе как-то аннулируется. Я не могу понять, я не понимаю процесс. Но вот все, через 15 лет прям раз что-то случается, и мировое правительство, оно сворачивается. Люди выходят из лесов, перестают партизанить, выходят в города. И все, жизнь вообще по-другому-по-другому начинает течь. Все, кто выжил, они вот по-другому будут жить. Вообще все по-другому будет. Какой-то новый вид энергии будет? Будет. Он уже есть, но им не пользуется. А в водороде или на солнечном? С Солнцем связано. Это солнечная энергия. Есть разработки, но еще их не обнародовали. То есть эти разработки уже есть. Они будут просто развиваться. Как вот отношения между мужчиной и девушкой сейчас строить? Как строить? Как всегда строили. Все века, миллиарды лет. Сотворение мира на основе любви. На основе уважения. Когда человек любит, он найдет возможность сгладить конфликт. Найдет нужные слова или жесты. И уезжать из города. Потому что город действительно это очень мощный агрессор. В каждом городе очень мощное, негативное, энергоинформационное, агрессивное поле. Когда люди уходят на природу, они по-другому себя ведут, по-другому чувствуют. Может ломка какая-то быть на протяжении первого времени. А потом человек уже очищается и ведет себя по-другому. А вот такой вопрос задают все люди. Все-таки все программы катаклизмов, нострадамусами придуманные, это же все создано человечеством. Все вот такие негативные программы. И люди, когда о них думают, подпитывают, они реально происходят на самом деле. Есть ли варианты вот этих все программ, которые уже существуют? Потому что настрадамусы, наверное, на протяжении столетий все это читают, подпитывают весь этот образ. Есть вариант ли у нас сейчас изменить эту программу? И все-таки как-то по легкому варианту перейти на осознанную, гармоничную жизнь, в гармонии с природой, с миром, с людьми. Я понимаю, что есть планы глобалистов, которые уже у себя прописали, включить 5G, вставить чипы, выдать электронные паспорта, биометрию, чтобы все сдали. Но есть ли у нас варианты, по легкому варианту, как-то пройти этот пиктал? Вариант смягчить события есть у каждого человека, который живет на Земле. Если каждый человек начнет проживать жизнь осознанно, нужно начинать лично с себя. То есть каждый человек должен понимать, почему он это думает или почему он это делает. Человечество сейчас в основной массе своей живет бессознательно. Большинство людей не понимают, зачем они что делают, почему они совершают те или иные поступки, почему они то или иное кушают, делают, просто потому что делают так все. То есть люди в основной массе своей живут бессознательно, и они дают молчаливое согласие происходить тем событиям, которые происходят, тем, что они не осознают. То есть они свою волю отдали тем, кто осознает. То есть сейчас основное население планеты, процентов 90, может быть, люди не понимают, что они управляемы. То есть они не осознают, почему они это чувствуют, почему они это делают, почему они так мыслят, почему они носят эту одежду, почему они не ходят, допустим, голые, как Порфирий Иванов, ведь каждый человек это может сделать. Почему люди кушают вареную еду, когда каждый человек может ее, например, не есть? Почему дети отдают в школу, хотя детей там уродуют в школах? Почему люди до сих пор это делают? Потому что каждый человек неосознанно проживает свою жизнь. И эта неосознанность включает программу поддержания того, что если кто-то проживает жизнь осознанно, он может управлять теми, кто проживает жизнь неосознанно. Так вот, небольшое количество тех, кто управляет человечеством, оно это делает осознанно, оно понимает, зачем они это делают, и понимают причинно-следственные связи. Они это отслеживают, и потом это накладывают на то человечество, которое не осознает, как оно проживает. И вот это непонимание, неосознание себя, неотслеживание причинно-следственных связей, это молчаливое согласие тех программ, которые происходят. Люди не подпитывают на самом деле своими мыслями «Нострадаму», «Савангу», «Меня», то, что я говорю, то, что еще кто-то говорит. На самом деле они просто так живут. То есть люди своим неосознанным проживанием поддерживают 5G, поддерживают чипирование и вакцинацию. Не потому, что они в это поверили, и они об этом думают постоянно, а просто потому, что они не думают иначе, потому что они не поддерживают другие, другой образ жизни. Да, то есть человеку нужно, во-первых, прежде всего понять, кто он, зачем он, почему он, что он может, почему происходит так или иначе, почему он это думает, то есть начать осознанно проживать свою жизнь каждое мгновение. Спросить себя, зачем я держу в руках телефон, могу ли я его не держать, например, зачем я это делаю, да, зачем я там что-то ломаю или что-то строю, могу ли я делать иначе, зачем я отдаю ребенка в школу, могу ли я обучить ребенка сам, зачем я так живу, могу ли я жить иначе. То есть люди должны включить понимание, осознанность, сознательно проживать каждое мгновение своей жизни и получать от жизни радость. Когда они получают от жизни радость, они подпитывают энергию света. Когда они проживают жизнь в мучениях, они поддерживают энергию разрушения. И вот поддерживая энергию разрушения своим неосознанным негативом, который внутри каждого человека находится, Каждый человек недоволен женой, мужем, работой, планетой, президентом, погодой, чем угодно. И вот это недовольство, внутренняя агрессия, оно энергетически подпитывает вот эти негативные планы разрушения. Когда человек начинает проживать жизнь осознанно, он начинает отправлять свою энергию в радость. Вот проснулся утром, порадуйся, что ты жив, здоров, что у тебя светит солнце над головой. Просто радуйся жизни каждому мгновению, не надо жить в прошлом или будущем. Да, нужно отслеживать причинно-следственные связи. То, что мы делали и думали вчера, это то, что происходит у нас сегодня. То, что мы думаем и делаем сегодня, это наше завтра. Так вот, нужно понять, поймите, люди, что все в ваших руках. Начните осознанно проживать каждое мгновение. Задумайтесь, зачем я обуваю обувь, кому она нужна? Зачем я одеваю норковую шубу, кому это надо? Зачем я одеваю шапку, мне это надо? Зачем я учу ребёнка писать, кому это надо? Зачем происходит то или иное? Зачем я поддерживаю эмоционально или физически что-то, кому это надо? И когда человек начнёт осознанно проживать свою жизнь, каждое мгновение этой жизни, он поймёт, что зачем он курит, а зачем он пьёт, кому это надо, для чего? И человек начнёт больше понимать и осознавать в своей жизни, контролировать. То есть сейчас основная масса людей не контролирует то, что происходит с ними и в их жизни. Их жизни контролирует кто-то, кто осознаёт это, в ком больше осознанности. Поэтому люди отдали управление собой, потому что они не хотят понимать, осознавать и контролировать себя каждое мгновение своей жизни. И каждый человек, если он начнёт себя осознавать, свои действия, мысли, чувства, начнёт прослеживать причинно-следственную связь, «А если я сделаю так, то что будет? А если я сделаю по-другому, то что будет? Если я подумаю по-другому? Если я не сделаю так, а сделаю так?» И когда человек начнёт осознанно проживать свою жизнь, то многое может измениться. И если человек начнёт излучать энергии радости, хотя бы с благодарностью нужно начать. Я понимаю, что очень непросто начать излучать энергию радости, потому что каждый человек, он чем-то недоволен, мы привыкли быть недовольны. Нас этому приучили. И мы приняли эту программу, как будто бы она наша. Мы просыпаемся, мы недовольны погодой, детьми, школой, кем угодно. А вы проснитесь и порадуйтесь, что я жив, здоров, у меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть родственники, у меня есть крыша над головой, у меня вода бежит из-под крана, например, или у меня есть другой источник воды. И так далее. Порадуйтесь тому, что вы живы. Я понимаю, что не очень просто порадоваться. Начните хотя бы с благодарности. Поблагодарите Всевышнего за то, что есть, что кушать сегодня. Поблагодарите Бога за то, что светит солнце над головой. Поблагодарите маму за то, что она у вас есть, или за то, что она дала вам жизнь. Поблагодарите отца. Поблагодарите землю-мать за то, что она родит плоды, которые вы кушаете, например. Поблагодарите пространство за то, что вы дышите воздухом. и за то, что он ещё у вас бесплатный пока что. Есть за что поблагодарить. Потом из чувства благодарности вырастет чувство радости и любви к окружающему пространству. Чем больше человек каждый будет проживать жизнь осознанно и будет наполняться чувством любви, радости и благодарности к окружающему пространству и к самому себе, и к окружающим людям, тем меньше и меньше будут реализовываться негативные программы разрушения, которые сейчас, опять же, каждым человеком в состоянии недовольства поддерживаются. Я ответила? То есть у нас есть вариант схему изменить? Конечно, есть. Всегда можно изменить программы, которые осуществляются. Пока программа не запущена в материализацию, то есть самый плотный план – это материализация. Когда уже что-то в материализацию запущено, тогда изменить это очень непросто. То есть нужны колоссальные вливания энергетические. Пока что-то находится на уровне планов, пока это ещё в материализацию не вступило, любые планы можно всегда переиначить. Если будет очень сильная мысль и сильные чувства в направлении не борьбы с чем-то, а в направлении созидания чего-то, создавания любви, радости, благодарности. То есть когда человек начнёт созидать в своей жизни, то программы разрушения, они будут сворачиваться за ненадобностью. Понятно? Я понял. А вот ты сказала, что когда человек поймёт, кто он, где он, зачем он, кто он, скажи, что дольменный скажет? Человек, он творец. Человек — это творец, это Бог. Каждый человек — это воплощение Бога на земле, это не раб Божий. И каждый человек — это не ячейка общества, это не ученик и не учитель, это не президент и не рабочий, неподчинённый. Это Бог, это воплощение Бога на земле, это творец. Каждый человек, женщина или мужчина, это творец, который создан для того, чтобы, во-первых, быть счастливым, чтобы радоваться. Спросите себя, чего я хочу от своих детей? Вот того же самого хочет от нас Создатель. Что мы хотим от своих детей? Чтобы они были счастливы, правильно? И Бог ждёт от нас, что мы будем счастливы. Когда человек счастлив, то счастливо всё вокруг, всё пространство. Это самая сильная энергия созидания, энергия радости, счастья, любви, благодарности. Когда человек начнёт это понимать и чувствовать, так проживать свою жизнь, то энергии разрушения им просто не будет места. Кто такой человек? Человек — это сын и дочь Бога со всеми вытекающими способностями. Каждый человек может творить миры. Нужно понять, какая огромная сила заключена в каждом человеке. Каждый человек может сотворить любой мир, который только захочет, любую программу, всё, что угодно может сотворить. Только нужно осознавать, что действительно я это могу, не отдавать своё право создания кому-то. Что я могу создать мир какой-то, какую-то материю создать. Что создать может каждый человек? Каждый человек должен понять, что он наделён всеми способностями Бога, всеми. Просто каждый сейчас проживает сценарий страдания. И вот этот сценарий страдания, он разрушает в человеке божественные его качества. Потому что, ну представляете, ваш ребёнок будет проживать рядом с вами такое страдальческое состояние. Кому из родителей это понравится, да? И когда человек выражает бесконечное разочарование, страдания и прочий негатив, именно этим он показывает жизни, что она ему не нужна. И от этого все программы и подпитываются неосознанно. Он провоцирует саму природу на самоуничтожение. Да, он провоцирует саму природу на самоуничтожение. Человек запускает программу самоуничтожения. Зачем человеку жить? То есть он показывает вселенским энергиям, что зачем мне такая жизнь, если я страдаю, если я разочарован, если мне плохо. Пожалуйста, ну то есть вселенские энергии, они выполняют, их задача выполнять волю человека. Так давайте пожелаем другого. Давайте нашей волей будет радость и счастье, но только это надо чувствовать. Почувствуйте радость от того, что солнце светит, от того, что воздух есть, от того, что море есть, вода. И тогда программы запустятся совершенно другие. Ну то есть, если завтра в 6 утра излучить светлые мысли любви, хотя бы своих близких и так далее, и будет настраиваться на счастливое состояние проживания любого дня без претензий, то мир изменится. Отличная идея. В 6 утра просыпаемся. Благодарю тебя, отец наш создатель, за ту прекрасную жизнь, которая у нас есть. Я счастлив. Везде есть деревья, везде есть растения, животные, воздух, солнце. Оно никуда не делось. И жизнь как была прекрасна, она так и есть. Просто нужно утром проснуться в 6 утра и сказать, благодарю тебя, создатель, благодарю тебя, матушка земля, за все те дары, которые есть вокруг меня. Благодарю. Я счастлив. Я хочу жить. И вот этот посыл счастья, благодарности и желания жить, он запускает другие программы на земле. Любите друг друга, берегите друг друга, благодарите друг друга за то, что вы есть рядом. Потому что не просто так сохранить отношения. Благодарите друг друга, родственников, за то, что они у вас есть. За то, что у вас есть родители, дети, за то, что у вас есть жена или муж. Благодарите каждый день, спасибо говорите. Потому что это на самом деле большая ценность, когда есть люди друг у друга. И выражайте друг другу благодарность как можно чаще. Любите друг друга, поддерживайте друг друга. Это будет укреплять взаимоотношения между людьми и усиливать свет, идущий от людей. Любовь и благодарность друг к другу, к ближнему. Не надо к дальнему, надо к ближнему человеку высказывать любовь и благодарность. К своему ребенку, к своей маме, к отцу, к сестре, к брату, к жене или к мужу. Просто подойдите и скажите, я люблю тебя, я благодарю тебя. Это усилит свет, идущий от вас, от близких людей. Он разольется по планете. Этот свет, он многое может изменить. Многие негативные программы отменить. Любите друг друга, уважайте друг друга, берегите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok